Здравствуйте! Всем привет, друзья! С вами Скориков Андрей. Сегодня мы запишем такое небольшое интервью о моей подготовке к осеннему соревновательному сезону. Там будет целый цикл соревнований. То есть я планирую, первым стартом будет чемпионат в Липецке, потом в Самару планирую съездить на Поволжье. Заключительным этапом будет старт в Екатеринбурге на чемпионате России. Это тоже зависит от того, насколько хорошо я смогу показать свою форму на первых вводных соревнованиях. В мою соревновательную сезону. Также сегодня мы снимем тренировку дельтовидных мышц. Направление новое, менсфизика, оно относительно недавно в России. У нас уже есть свои чемпионы. Денис Гусев, самый яркий представитель, готовится на Олимпию сейчас. Что касается моих тренировок, ну как бы того, как я пришел к этому. Изначально я занимался несколько лет пауэрлифтингом. Спасибо за это моему тренеру, первому, наверное, единственному, Владимиру Зинкевичу. Мы с ним занимались еще в зале Владимир, потом у него зала «Злезные люди» появился. И туда я к нему ездил. С ним я, кстати, многого добился. Стал кандидатом мастера спорта по пауэрлифтингу, мастером по жиму штанги лежа. Что касается менсфизика, ну, то есть доходило даже до смешного. Я приезжал на соревнования по пауэрлифтингу, на взвешивание, да, раздевался. И просто мне говорили, у нас вообще-то соревнования по пауэрлифтингу, а не по бодибилдингу. Почему ты, ну, как бы, тебе нужно в бодибилдинг идти, тебе здесь нечего делать. У тебя не лифтерская фигура. Даже вот до такого доходило. Ну, и действительно, я об этом задумался и думаю, а почему бы нет, почему бы не попробовать. Первый мой старт был в 2015 году. По менсфизику я выступил здесь, у нас в Саратове, точнее, в Энгельсе на пляже. Пляжная буря, соревнования были по федерации, по нашей ФБФР. Там я занял сразу первое место. Это для меня было неожиданностью. Но потом я снова как-то соревнований больше не представилась. И таких по менсфизику. И я выступал снова по пауэрлифтингу, по жиму штангу лёжа. А вот, начиная с этого лета, вот с этого года, я уже непосредственно прям с головой окунулся в это. И решил выступать. В этом году уже было у меня два старта. Первый был в Москве на 16-х всероссийских играх World Class. Вот, там среди тренеров, ну, среди тренеров России выступал я за него там первое место. После этого ещё был старт у нас, опять-таки здесь в Энгельсе, на фестивале пляжных визов спорта Sunday. Там я тоже занял первое место. И решил уже абсолютно чуть дальше, ну, пойти в такие соревнования, ну, более, так скажем, профессиональные. Ну, всё же это уровень любителя. Но нет такого любителя, кто не мечтал бы стать профессионалом, конечно. Поэтому я думаю, что вот этот осенний соревновательный сезон как раз-таки покажет, на что я способен. Если умею показать свою форму, старт будет 8 октября, как раз-таки в Липецке. Сегодня, ну, такая моя заключительная, наверное, тренировка такого межсезонья. И со следующей недели я уже начинаю жёсткую подготовку к соревнованиям. К соревнованиям получается где-то около 7 недель у меня всё это займёт, весь подготовительный цикл. Работать буду над отстающими мышцами. Грудные мышцы, плечи, кроножные. Пресс тоже нужно немного доработать. Я всё это вижу. Ну, и стараюсь дать, конечно, акцент на основную мышечную группу. Так, ну, друзья, мы приступаем к тренировке. Сегодня у меня поплавлено дельтовидные мышцы. Тренировка, ну, такая, со средними отягощениями. В диапазоне где-то от 8 до 12 повторений сегодня поработаю. Период отдыха будет около полутора минут. Ну, соответственно, включаю также разные, разного рода дропсеты, суперсеты. Ну, а сегодня, сегодня обойдёмся без суперсетов. Сегодня будет тренировочка спокойная. Делать полторы-две минуты между подходами. Моё любимое, конечно, это базовое упражнение. То есть, в кавлевте, когда я оставил свой след, люблю все жимовые движения со штангами, с гантелями. Сегодня как раз-таки вот хотел начать с жима гантелей, сидя. Перед этим, конечно, лучше стоит сделать разминку. То есть, небольшие ротационные движения в нескольких плоскостях. Субтитры делал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Основная рабочая мышца в жиме гантелей, это, конечно, средняя и передняя дельта. Учитывая то, что еще под небольшим наклоном делаем. То есть, здесь задача, как бы на базовых упражнениях, работать с максимально возможным весом. Ну и движемся, конечно, от тяжелого к легкому. Пока нервная система не утомлена, всегда рекомендуем начинать с тяжелых, с базовых упражнений, с хороших весов. И постепенно переходить к изоляции. Время отдыха стараюсь фиксировать. Прямо на секундомере засекаю, ровно там, полторы-две минуты, не больше. Во время тренировки использую BCAA в порошке, развожу порцию. Ну, сейчас полторы порции. Как говорил, вот как раз-таки мой тренер Володя. BCAA много не бывает, поэтому... Ну, самое важное, конечно, в спортивном питании, что? Скорость усвоенная. В принципе, во время тренировки сразу непосредственно мы травмируем мышцы, микротравмы от них образуются на микроволокнах. И во время этого сразу их восстанавливаем. Восстанавливаем при помощи BCAA трех самых незаменимых аминокислот для построения мышц. Андрей, вот вопрос. А когда лучше всего принимать BCAA? До тренировки, во время тренировки или после тренировки? Ну, вот по моему мнению, ведь, как я уже сказал, суть скорости усвоения. BCAA лучше принимать в периоды, когда организм максимально подвержен катаболизму. То есть, и нам важна скорость усвоения. То есть, это где-то 15-20 минут. Во время тренировки, то есть, я прямо с самого начала начинаю их принимать. То есть, по мере того, как я мышцы свои подвергаю стрессу, они начинают восстанавливаться. И непосредственно порция сразу после тренировки. Опять-таки, уже с чуть больше концентрации, чтобы начать немедленное восстановление мышц после тренировки. Ну и есть еще один прием. То есть, это утро, сразу после пробуждения. До завтрака, вот только проснулся, сразу порцию себе развел, выпил. Все, мышцы начали восстанавливаться. Ведь, вот после тренировки мышцы подвержены катаболизму и после сна. То есть, это как бы два самых основных временных суток, когда мышцам это просто необходимо. Максимально быстрое восстановление. А что вы скажете по поводу протеинов, по их приему, до, после? И какое время вообще желательно? Ну, здесь тоже нужно разделять. Как бы, протеин у нас много, у них у всех разная скорость усвоения. Ну и понятно, то, в чем непосредственно этот порошок разведен, с той скоростью он и будет усваиваться. То есть, если это какое-то там жирное молоко, то понятно, что ему усваиваться нужно будет там полтора часа, час минимум. А если это какой-то гидроизоляция урточного протеина, который разведен в воде, то, в принципе, он усваивается сразу. И после тренировки просто необходимо. Еще плюсом будет, если он комплексный, там с БЦА, с креатином, тоже пользы будет больше. Ну и, конечно, рекомендую перед сном к изюминам, медленно усваиваемый белок. То есть, это позволит вам сократить вот этот промежуток времени, когда организм будет находиться в фазе катаболизма, голодания. То есть, так мы ложимся спать до этих 8 часов. Там, в принципе, гликоген заканчивается уже там через несколько часов. И потом просто начинают наши мышцы гореть. Поэтому вот казеин, он помогает это избежать. Ну, не избежать, а именно сократить время. То есть, хотя бы там часа на 4 от нашего сна. То есть, ну и по утру сразу, после пробуждения БЦА, выпиваем и минимизируем вред катаболизма наших мышцам. Вообще, в среднем, на дельте у меня где-то 5-6 упражнений. Будет, разумеется, конечно, акцент даю на среднюю дельту, на заднюю дельту. Средняя, потому что она как раз таки дает этот объем, эту ширину во фронтальных позах. А задняя дельта, она дает вот эту округлость и величину плеча с позы сбоку. В мансфизике всего 4 позы. Лицом к судьям правым боком, левым боком спиной к судьям. И в этом и заключается сложность мансфизика. В отличие от бодибилдинга, многие думают, да, что вот в мансфизике там посты нету. В этом и сложность. В этих 4 позах, в которых нужно по минимуму показать свои слабые места и по максимуму свои сильные места. Вот в этих 4 позах нужно максимально показать судьям, насколько ты хорош. То есть в бодибилдинге есть позы там максимальная мускулисность, пресс бедро и так далее. И тут уже речь идет о том, что атлеты устраивают свое базирование именно так, чтобы скрыть свои слабые места и показать сильные. В мансфизике это вряд ли получится, потому что позы ограничены, их всего 4. Как бы указывается в правилах, что умеренная мышечная масса допускается, то есть избыток массы сразу баллы снимаются. Убрал руку с пояса, баллы снимаются. Ну, во всяком случае, вот на соревнованиях в Москве у нас так было. То есть обязательно одна из рук на поясе, одна свободно вдоль корпуса. обязательно постановка ног. Там тоже как бы не просто вышел, встал, как захотел. Обязательно нога, которая располагается ближе к судям, прямая, нога, которая дальше от них вводится назад, сокращается максимально кроножная мышца, показывается ее проработка, глубина, но в то же время излишняя сепарация тоже не допускается. То есть мне как бы ну, видел атлетов, которые выходят в такой форме, но это в основном про. На наших турнирах сепарации не выходят на физике. Там в основном как бы важна именно вот глубина мышц, показать максимальное количество мышц, которые у тебя есть, но в то же время, чтобы прям по волокнам они не секлись. Такого быть не должно. Вот, кстати, тоже слежу за подготовкой Дениса Гусева соревнованием к Олимпии. Вот у него это получается. Причем вверх у него такой объемный, округлый, здесь такой ровненький, но в то же время плечи не секутся. Что касается вот талии, косые мышцы межреберные, зубчатые, там вот прям детальная проработка и тоже прям вот толщиной с папирусом. И наверху все довольно так, вот так, как должно быть у нас физики. Я тоже вот максимально стараюсь именно к этому приблизиться, чтобы вот мышцы коросовой, косые мышцы живота максимально открыть, максимально показать их количество, проработку и глубину. Но вверх стараться держать таким немного недосушимым. Потому что, еще раз повторюсь, не должно быть излишней сепарации. Субтитры сделал DimaTorzok